Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Илюза Шерифулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Госдолг России в 2020 году увеличился на 40%. Ученые предупредили о приближении ледникового периода. КФУ выиграл грант на 128 миллионов рублей. В ратуше состоялась пятая сессия Казанской городской думы четвертого созыва. Обсуждались итоги социально-экономического развития в 2020 году и задачи на 2021 год. С отчетным докладом выступил мэр Казани Ильсур Медшин. В заседании принял участие и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Государственный долг России в 2020 году вырос на 40%. Увеличение суммы в основном произошло за счет роста внутреннего долга. О том, с чем это связано, узнаете в нашем следующем сюжете. В отличие от докризисного 2019 года, в 2020 государственный долг России увеличился почти на 5,5 триллионов рублей. И сейчас он составляет около 19 триллионов. Это 17,8 отвалового внутреннего продукта страны. Есть несколько факторов. Первый фактор – это, конечно, пандемия, поскольку в период остановки многих сфер бизнеса государство не досчиталось большого объема налоговых доходов. И при этом было вынуждено финансировать очень много чрезвычайных расходов. Таким образом, возникла необходимость в финансировании дефицита бюджета и, соответственно, в заимствованиях. В первую очередь, это заимствование на внутреннем рынке, то есть внутренний долг. Второй немаловажный фактор – это девальвация рубля. Напомним, что 9 марта 2020 года произошел обвал цен на нефть, что непосредственно привело к обесцениванию. За год рубль обесценивался примерно на 20 процентов. Соответственно, внешний долг, то есть долг, номинированный в иностранных валютах, в пересчете на рубли автоматически увеличился на 20 процентов, что тоже весьма существенно повлияло на такой вот результат. Ранее, 3 февраля, директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова отметила, что наращивание госдолга России во время пандемии в 2020 году не принесет проблем для экономики. Она пояснила, что на поддержку российской экономики власти выделили из бюджета около 9 процентов внутреннего валового продукта. Елизавета Никитина, Универньюз. На заседании научного совета по проблемам воспитания подрастающего поколения при отделении философии образования и теоретической педагогики Российской Академии образования было принято решение о включении в состав совета основателя научной школы «Гуманистическая парадигма воспитания и обучения» профессора Института психологии и образования Казанского университета заведующей кафедрой педагогики Розы Валеевой. В противовес сторонникам теории глобального потепления академик Российской Академии наук Геннадий Матишев сделал вывод о том, что человечество наоборот ждет малоледниковый период. Так ли это на самом деле, рассказывает эксперт Казанского университета. Казанского университета Ученый отметил, что теплый период в Арктике завершен и наступает холодный цикл. Так он напомнил о цикличности климата на Земле. Климат всегда менялся. И последний малоледниковый период у нас закончился в середине 19-го столетия. А затем уже температура стала повышаться, и вот сейчас она поднялась с того времени примерно на 1,9 градуса. И начиная с 70-х годов началась минувший век активная фаза глобального потепления климата. На сегодняшний день существует множество разных точек зрения, касаемо причин изменения климата. Однако в целом их можно разделить на две основные группы. Антропогенные, связанные с деятельностью человека, и естественные, то есть природные. К последней группе и относится точка зрения Геннадия Матишова. В настоящий момент, действительно, за счет этого естественного фактора, немножко-немножко температура понижается. Почему она понижается? Потому что существует так называемая теория Миланковича, согласно которой изменение параметров земной орбиты приводит к тому, что у нас перераспределяет солнечная энергия на планете. Благодаря тому, что радиация поступает неравномерно, возникают ледниковый и межледниковый периоды раз в 100 тысяч лет. Последний ледниковый период завершился 18 тысяч лет назад. Поэтому, если следующий такой период и наступит, то совсем не скоро. Это вопрос многих тысяч лет. А пока что большинство ученых все же придерживаются точки зрения о глобальном потеплении. Есть мониторинг-наблюдение по всей планете, и каждый очередной год он становится все более и более теплым. И тенденция повышения температуры, она является положительной. Ну и кроме того, много очень природных факторов. Океан. Уровень океана постоянно повышается. Ледники в горах тоже тают. Теперь сервенный морской путь, ледовит океан, сервенный океан, он тоже улучшается. Среди льда становится все меньше и меньше. То есть очень много таких признаков, доказательств, последствий того, что действительно климат меняется в сторону потепления. Диана Жленкова, Универньюз. Казанский университет стал победителем конкурса на получение грантов Российского научного фонда. ВУЗ получит финансирование в размере 128 миллионов рублей на проведение исследований научной лаборатории мирового уровня. Все подробности далее. Главной целью проекта является разработка новых методов по облагораживанию тяжелой или битумной нефти, составляющей 60-70% от всего запаса нефти на планете. Разработка ее довольно трудна в силу высокой вязкости и плотности. Это работа многопрофильная, требующая усилий специалистов из разных областей. Основная цель проекта заключается в проведении систематических, междисциплинарных научных исследований, начиная от разработки катализаторов с высокой эффективностью, с учетом требований, предъявляемых к ним особенностями нефтяных месторождений, и, конечно, заканчивая созданием готовой технологии и их применения. Так ученые Казанского университета разрабатывают каталитические системы для подземного облагораживания тяжелой нефти. Частичная переработка будет проходить еще в пласте, благодаря чему из скважины будут добываться нефть гораздо более высокого качества и объема. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы завершить работу вместе с нашими зарубежными коллегами. В конечном итоге ожидается разработка более энергозаберегающего, экологически чистого и эффективного метода. Кроме того, в рамках проекта планируется решить важные задачи. Это детально изучить этапы формирования активной формы катализатора и установить механизмы работы каталитических комплексов. Отметим, что научным руководителем исследований является профессор Мексиканского института нефти Хорхе Анчита, а индустриальным партнером АО «Зарубежнефть». Напомним, в 2020 году Казанский университет стал победителем конкурсного отбора на создании научного центра мирового уровня по рациональному освоению запасов жидких углеводородов планеты. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюс. Выходные закончились, а праздничное настроение осталось. В набережно-челнинском институте Казанского университета защитников Отечества решили поздравить необычным способом. Как? Смотрите далее. Что преподнести однокурсникам? Шампунь или носки? Как известно, лучший подарок, сделанный своими руками. Студенты подготовили видеоролик, где забрали поздравления от прекрасной половины института, а также выяснили, каким видят девушки настоящего мужчину. Мужчина – это тот, кто тебя любит, оберегает, который заботится о тебе. Он хозяйственный, он любит нас, любит семью. Кто любит свою родину, уважает ее и тянет. Не обошлось и без теплых пожеланий в адрес молодых людей. Желаю, чтобы мужчины были верными, любящими. Более опоры для своей семьи. Удачно сдать следующую сессию. Чтобы они ничего не боялись и держали свое слово. Ариадна Кугушева, Универньюс. На этом все. В студии была Илюза Шерифулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!